Олег, расскажи, пожалуйста, кем человек является по природе, по типу питания? Какой тип питания для человека наиболее приемлемый? Существует множество теорий, наука открывает новые открытия, как же все-таки питается, поэтому это мнение меняется. Сейчас доминирует и в науке теория адекватного питания, которую разработал академик Уголев. По ней видовое питание человека есть фрукты, овощи. Строение пищеварительной системы и механизм пищеварения в кишечнике показывает, что в процессе пищеварения используется аутолиз. То есть наиболее хорошо усваиваются фрукты и овощи у человека, а не то, что человек сейчас является всеядным, ест, грубо говоря, и мясо, и вареную еду, и все остальное. Ну, причем термически не обработанное, то есть сохраненными в себе ферментами и витаминами. Олег, расскажи, пожалуйста, почему вареная еда является мертвой пищей для человека? Почему после поедания такой пищи у человека начинаются проблемы в организме? При нагревании продукта выше 43 градусов происходит денатурация или разрушение белков аминокислот, которые входят в состав ферментов. Поэтому еда, поддерживающая термической обработке, она уже не может усваиваться в организме человека путем аутолиза, то есть саморастворения. И организм вынужден за счет своих ферментов сил переваривать эту еду. Поэтому после такой еды люди, вместо того, чтобы получить заряд энергии после еды, они чувствуют утомляемость, им хочется прилечь, поспать. То есть это признак того, что мы не приобрели энергию от еды, а потеряли ее. А откуда вот в нашем организме, на стенках наших сосудов образуется зашлакованность, хлам, весь этот мусор? Ну, в медицине эти процессы называются атеросклероз. То есть атеросклероз – это изменение стенок сосудов. То есть когда в организм поступает излишек питательных веществ, особенно белка и жиров, организм не успевает их утилизировать в печени, не успевает их превращать в энергию, то он начинает откладывать. Сначала жиры откладываются в тучные клеток, агипоциток, то есть в жировой ткани. И когда лимит жировой ткани, а он генетически определяется у каждого человека и исчерпывается, то жиры начинают входить уже в нежировые клетки. Это сосуды, сердце, печень. И просачивая стенку сосудов, жир с белком образует как бы известковый налет в трубах. Вот если вы не включали, в городских трубах, канализация, значит, вода с повышенным содержанием кальция, она образует как бы налет. Такой же процесс происходит у нас в сосудах, просто вместо, ну, и кальция присутствует, и жир с белком. И вот до того, что сейчас, если раньше этот процесс, атеросклероз, выявляли у людей после 40-50 лет, сейчас уже, учитывая западный тип питания, у школьников, у школьников 14 лет уже атеросклероз выявляет в сосудах. С детства идет старение уже. То есть для того, чтобы у нас не накапливалось вес этот хлам в сосудах, нам необходимо есть умеренно, правильно? Да. Исходя из этой теории. Меньше потреблять еды, то есть не переедать. Не переедать. И второе, это достаточная физическая активность, то есть сжигать калории. Угу. А лучше эти два процесса совместить, потому что если человек будет есть безмерно, он физически не сможет спортом сжечь эти жиры, все равно калорий будет больше. Слушай, смотри, а вот если человек поедает растительную пищу растительного происхождения, не обработанной термически, химически, но, скажем так, с перевесом, то есть достаточно много ее ест, будет ли в этом случае откладываться вот то, о чем мы говорим, в наших сосудах? Или это только приваренной пищи происходит? В растительной еде присутствует важный элемент, это клетчатка. Ага. Это такие волокна пищевые, которые, во-первых, дают объем еде и приводят чувство насыщения организма. И они замедляют всасывание и углеводов, и жиров. Если продукт подвергся обработке, то он и легче усваивается, легче проникает спустя стенку кишечника в кровь. Если он не обработанный, то он дольше переваривается. Поэтому, если даже человек съест больше, да, живой растительной еды, он не наберет вес. И, соответственно, не захламляются наши сосуды. Да, просто этот излишек, он выйдет, значит, через естественное отверстие и не будет всасываться в кровь. А если мы выпиваем, например, сладкую воду, да, там, пупыковую, то съесть сахар сразу же переходит в кровь. Вот она. Да. Вот она природа, как правильно устроена, да, растительная пища для человека. Мы с тобой были не так давно на строительской вечеринке, познакомились со множеством интересных людей. И эти люди по-разному относятся к орехам, к употреблению орехов. Вот, на твой взгляд, вот орехи, которые сейчас продаются, которые прошли промышленную обработку в том числе, ну, в общем, то, что мы покупаем в магазинах, в супермаркетах, можно ли есть эти орехи и употребляешь ли ты их сам? Я употребляю орехи в небольшом количестве. Я стараюсь их есть в первой половине дня, вот, потому что во время, для нормального засыпания, нам нужен гормон серотонин, серотонин, вот. И он в своем составе имеет белок, да. Если мы кушаем на ночь белковые продукты, то эти поступающие белки, они мешают выработке серотонина, и мы можем плохо спать. Вот. Орехи я замачиваю, замачиваю, потому что природа устроена, что семя защищается, чтобы его не поели, да, не сели, и содержатся антагонисты витаминов и минералов. Поэтому, когда мы пробуждаем или семя, или орех, он становится более усваиваемый для организма. Вот. Ну, есть, научные данные показывают, что некоторые орехи и бобовые, ну, там, арахис, у нас многие люди относятся к орехам, хотя это бобовые, да, или кешью, кешью, то они не совсем благоприятны. Это связано, ну, с тем, что при добыче кешью, этот орех сам нагревает, он проходит термическую обработку, и где-то теряет свои живые ферменты. Ну, он становится, по сути, денатурированным белком. Да, да. Когда... Белок, он не есть высокого качества для нас. Угу. И к чему приводит употребление вот таких вот орешков? Ну, излишек белка, который поступает в организм, он тоже может откладываться в наших сосудах, в крови, в органах и, как бы, зашлаковывать нашу сцедительную ткань. Ну, вот. Вступая в реакцию с жиром, образуется вещество липофусин, которое откладывается в клетках. Ну, по последним данным геронтологии, это наука, изучающая старение, что это одна из основных причин старения, то есть апоптоз клеток, накопления в организме веществ, лишних веществ, которые в нас поступают. Спасибо большое. Многие сыроеды, переходя на сыроедение непосредственно, проводят различные чистки со своим организмом, да, чистят свой желудок, кишечник, чистят печень, в том числе почки. Вот. Мы придерживаемся, и я очень люблю такой метод очищения организма, это соленой водой. Желательно, чтобы соль была морская, соответственно, хорошего качества. Можешь ли ты рассказать, с точки зрения медицины, что происходит в нашем организме, когда мы очищаем свой организм, желудок и кишечник с помощью соленой воды? Да. Солевой и слабительный – это прекрасное средство для очистки кишечника перед тем же голоданием, перед проведением различных дней. Вот. Механизм действия довольно-таки прост. То есть соль, потребляя соль, растворенную в воде, как бы соль, она не всасывается в кишечнике, потому что имеет высокое астмолярное давление. И она, как бы, натягивает воду, наоборот, из капилляров кишечника в просвет кишечника. То есть в кишке образуется большой объем воды. Эта вода, проходя по желудку кишечнику, толстому кишечнику, выходя, как бы смывает содержимое всего кишечника. То есть образуется слабительный эффект. Вот. Этой технологией используется уже, там, тысячи лет. То есть в Аюрведе есть процедура Шанкракшала. Да, да. Вот, употребление соленой воды. То есть это природный, нормальный способ очистки кишечника. Причем он наиболее эффективный, потому что, ну, делают многие клизмы. Клизмы не прочистишь желудок, например, да? Конечно. То есть... Даже тонкий кишечник не прочистишь. Потому что длина кишечника у нас составляет порядка 10 метров. 10 метров. Вот. А клизмой мы можем достать только лишь максимум слепую кишку, то есть метра два. Все остальное мы достать не можем. Получается, это такой неэффективный способ очистки клизма. То есть я, допустим, тоже провожу разгудочные дни. Вечером в 5 часов я выпиваю слабительное. Оно действует через 2-3-4 часа. Вот. И тогда уже ночью включается механизм самоочищения, да? Вот. И следующее утро я делаю клизму. Помните, это 3-4 литра подкисленной воды. До чистых промывных полок. И когда у человека пустой кишечник, намного проще голодать. То есть не возникает каких-то аппетитов. Угу. Да, это точно. Легкость. А если человек ленится, не промывает достаточно желудокишечник, то, может быть, интоксикация не будет себя плохо чувствовать. Олег, многие врачи в нашем современном мире придерживаются традиционного питания и едят и пищу животного происхождения, и приготовленную еду. Хотя вот мы разобрали, что, по сути, на клеточном уровне мы видим глобальное захламление организма при поедании вот такой вот мертвой еды. Вот как ты думаешь, с чем связано вот такое явление, что, ну, сами врачи не придерживаются правильного питания? Угу. И шел я это по своим убеждениям, по своим ощущениям. То есть это просто человек должен быть осознанным, понимать, вот, что есть, как тело реагирует на еду. А нас в институтах медицинских, в принципе, учат еще по устаревшим знаниям. И теория калорийного питания, которая в 19 веке была изобретена. Потом теория смешанного питания, которая вот сейчас доминирует, что надо есть всего понемногу. Вот. Но время не стоит на месте, делаются новые открытия, и поэтому надо постоянно книги читать, семинары посещать. А многие врачи, как научили в институте, там, проходит 20-30 лет, они не меняются и повторяют то, что было раньше. Ну и плюс надо наблюдать за жизнью, за пациентами, и когда человек не меняет свой привычный образ жизни, то он возвращается к врачу с теми же проблемами. Поэтому вот я сейчас в своей деятельности, я все больше внимания уделяю профилактику заболеваний и помочь людям после излечения, там, с помощью гомеопатии, биорезонанса, вот, антипаразитарных программ. Я учу их не возвращаться в это состояние болезни, а сформировать новый образ жизни. А это, ой, как несложно, ой, как сложно. Потому что поменять себя очень сложно. Здесь каждый должен выбирать то, к чему он хочет прийти, да? Хочет ли он избавляться только от симптомов болезни или от самой болезни, от самой проблемы? Да, и понаблюдать за окружающей средой, как это в животном мире происходит. То есть единственное, как бы, существовало на земле, это человек, который еду кушает, ну, греет, жарит что-то. То есть где-то в лесу вы не встретите животное, которое что-то там жарит. Оно ест еду, как оно ест, вот, без всякой обработки. И животное редко болеет, намного реже, чем человек. У животных не встречается рак, гипертоническая болезнь, да? У животных описаны случаи непредвиденного старения. То есть по виду животного мы не можем определить, сколько ему лет. Молодой это обстабилистария. То есть они живут максимум своих лет. Тоже человеческий организм установлено, да? Живет, тоже может жить 150 лет. 150 лет? То есть это уже биологически доказано, возраст до пубертатного развития, то есть когда человек может размножаться, умножаем на 10. 15 лет умножить на 10, 150 лет. Но человек живет 60, ну, по статистике сейчас 71 год, 65 лет. То есть он просто изнашивается в организм раньше срока. Потому что не соблюдает законов природы. Раз мы уже заговорили немножко о раковых заболеваниях, да, расскажи, пожалуйста, что такое раковая клетка? Как она возникает? Что из себя представляет? Как вообще образуется? Многие же не понимают. Ну, в медицине еще нет четкого определения, что же такое раковая клетка. Причины рака, есть только теории. Ну, потому что одно из объяснений такое, что раковая клетка – это клетка организма, которая потеряла контроль к делению и к подчинению органам. То есть она живет своей обособленной жизнью. И начинает она активно делиться. По работам некоторых врачей, например, Свищева, она микробиолог, она увидела, что так называемые раковые клетки – это клетки на самом деле микробов. Грибов, кандиды, трихомонад. То есть мы путаем это с нашими клетками. С нашими клетками? Да. Спасибо. Олег, вот очень многие люди, переходя на сыроедение, даже не очень многие, а все, начинают худеть на сыроедении. Какие процессы происходят в организме? Почему человек худеет? И когда он сможет вернуться к своему обычному весу? Действительно, есть этому объяснение, что человек, употребляя живую растительную еду, такая еда, она низкокалорийная, то есть немало калорий. И обладая большим количеством клетчатки, такая еда, она приводит к быстрому насыщению, то есть человек не переедает. Клетчатка тормозит всасывание того же сахара и жира. Поэтому, как бы, организм, человек остается сытым и содержит в норме свои калории. И в течение нескольких месяцев действительно он устанавливает свою массу тела. Даже худые люди могут набрать с этой массы тела, а люди с излишним весом теряют. Плюс идет восстановление метаболизма. Клеточки, они уже освобождаются от ненужной на себя нагрузки и более качественно перерабатывают еду, используют энергию. А что такое калории? Можешь поделиться с точки зрения медицины? Калорий – измерение энергии, которая содержится в продукте. То есть если, скажем, взять там печку, поместить туда какое-то вещество, поджечь его, сколько энергии оно выделит. Да, и вот научились определять, сколько содержится в каждом продукте. В продукте, да, в калории. Но последует учесть, что человеческий организм – это не печка. У нас действуют другие системы пищеварения, поэтому сравнивать не совсем корректно. Поэтому и теория калорийного питания 19 века, она как бы уже потеряла свой смысл. То есть не калориями мы пытаем, мы адекватность еды, мы уже перестаем измерять калориями. Да, так что, милые женщины, те, кто и мужчины, кто считает до сих пор, что калории, потребляемые в день, нужно необходимо считать, то это абсолютное заблуждение. Правильно? Да, и уже доказано, что диеты, диеты, в которых нужно высчитывать калории, рано или поздно они заканчиваются срывами. То есть человек на одной чистой силе воли, человек не может следить за своим питанием. Спасибо. Олег, ты сейчас сколько уже сыроедешь и собираешься ли продолжать дальше этим заниматься? Я уже сыроедусь с сентября месяца. Хотя шел к этому процессу полтора года. Полтора года? Почитал, посещал семинары. И, конечно, я чувствую себя прекрасно. Лишние килограммы ушли. Я сплю 6-4 часа в день. Сколько потерял килограммов, извини, пожалуйста? 5 килограммов. 5 килограммов. Плюс больше энергии стало, тянет заняться гимнастикой утром. Улучшилось и состояние кожи, и вкус во рту, и состояние волос, бёсень. То есть эффект отличный. Тебе нравится? Да. Слушай, а сложно было переходить на среднее? Многие мужчины говорят, я никогда не смогу отказаться от мяса. Это так сложно. Это сложно с точки зрения психологии, или это сложнее с точки зрения физиологии? Абсолютно верно. Тут проблемы и физиологии. Дело в том, что многие продукты питания, они обладают наркотическим эффектом. Да. Прекрасная книга Нила Барнарда, который 20 лет занимался проблемой. Почему люди, зная, как питаться неправильно, продолжают есть продукты? И он установил, что многие продукты, во время пищеварения, из них образуются опиаты. То есть наркотики. Те же вещества, что и героин, да? Вот, морфин, опи. Такой же механизм есть и у алкоголя, и у курения. То есть человек понимает, что курить вредно, но он курит, потому что есть физическая привязка. К таким продуктам, который вызывает у нас пищевую наркоманию, относятся жареное мясо, сахара, молочные продукты, сыр. Вот, поэтому и людям, а шоколад? Шоколад сладкое, да. Особенно сладкое плюс жир дает вот этот, то, что в конфетах, в печеньях, да, от этого очень сложно отказаться. Да. Поэтому тут надо, во-первых, понимать, знать свою физиологию, да, как работает организм. Ну и второе, мне очень помогли практики голодания. То есть когда мы голодаем, уменьшаются объемы кишечника, желудка, стираются эти негативные программы, то есть как бы мозг забывает о том, что это вкусно. И уже нет вот той тяги к еде. Хочу поделиться своим небольшим опытом. Мы голодали также на сухую, причем три дня. Тоже наш желудок достаточно сильно сузился, мой желудок. Потом мы начали выходить постепенно, ну, как положено, там, соками, жидкой едой. Но уже там на второй, на третий день, на четвертый день мы уже начали нормальную еду есть, как обычно, как привыкли. И что в итоге произошло? В итоге мы, получается, натолкали с себя столько еды, сколько сами не смогли переработать. И вот случились такие вот неприятные моменты, как запоры. И даже раздуло немножечко. Вот хотела бы, чтобы ты тоже рассказала об этом, что правильно питаться и в меру питаться после того, как ты выходишь из голодания, это также важно. Правильно? Да, это самый важный период как раз выхода из голодания. И на периоде восстановления больше всего случаются неприятности. Вплоть до смертельных случаев. Даже бывает такое, да? Да, то есть, когда человек срывается с голода, либо много начинает кушать, то может произойти заворот кишечника. То есть, объемное, огромное количество, ну, большое количество еды. Кишечник начинает активно выделять кишечные стоки, активно перистальтика двигается, и может произойти заворот кишки. То есть, непроходимость кишечная. Это очень серьезное смертельное заболевание, и нуждается только в операции. А как вот после голодания, получается, заводить свою пищеварительную систему? Как лучше, ну, завести ее? С чего начать? С соки, да? Постепенно, наверное, зелень нужно употреблять. Начинать. Если речь идет о двух-трехдневных голоданиях, то можно и самому их проводить по книгам. Если речь идет о 10-2-недельных курсах лучше, то, конечно, проводить по присмотрам врача, специалистов, которые знают всю эту технологию, и в группе, в коллективе. Так намного проще. Да, то есть, в основном, первые дни – это жидкостное питание, разбавленные соки, сначала цитрусу, потом разбавленные соки овощей, добавляя мед, и начинать там салатики с, скажем, яблоком, орхозом, такие вот вещи. Олег, рекомендацию для зрителей, читателей, кто только собирается переходить на сыроедение, какой сделать первый шаг для того, чтобы совершить этот переход? Первый шаг – это поставить цель, идею, понять, для чего вам это нужно. Вот, это первый шаг. Чтобы у вас было желание что-либо делать. То есть, для этого надо смотреть вот такие видео, мотивирующие, читать книги о здоровье, общаться. Окружение очень многое влияет. То есть, найдите в городе, где вы живете, людей, которые так же мыслят, и они поделятся с вами опытом. То есть, у меня занял переход порядка полутора лет. У кого-то намного быстрее. Так что, вы на правильном пути. Друзья, теперь вы знаете, благодаря сегодняшнему нашему интервью с Олегом, что благодаря поеданию живой пищи в вашем организме не накапливается мусор и хлам. Ваш организм становится чистым и остается чистым на многие годы. Неправильно считать калории, потому что эта теория питания уходит в прошлое, и она не совсем была правильная. А также для того, чтобы перейти на сыроедение, вам необходимо найти, в первую очередь, единомышленников, которые будут с вами развиваться в том же направлении. Олег, тебе огромное спасибо за интервью. Масса полезных идей и фишек, и знаний с точки зрения медицины. Спасибо огромное. Друзья, если вы желаете вместе со мной переходить на сыроедение, подписываться на мой канал. Оставляйте ваши комментарии, я всегда им рада. А также жмите лайк, если вам понравилось. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok